приветствую друзья сегодня будет обзор на достаточно интересный аксессуар камера minton laser cam думаю многие из вас видели в интернете как вот печатаются такие 3d модели и кажется что фигурка сама появляется каким-то волшебным образом из воздуха при этом 3d принтер стоит неподвижен а модель вот так печатается это же у нас получается работа похожей камеры minton только называется на bigel и bigel было разработано специально для 3d принтеров тут же они выпустили камеру для лазерных граверов камера очень интересная у нее достаточно большой функционал у меня уже был как-то опыт работы с камерой для лазерного гравера но в принципе она позволяла только позиционировать детали у этой же камеры функционал значительно шире она позволяет добавить вам соединение вай-фай даже если у вас старенький гравер там один из первых вы покупали несколько лет назад вот также с помощью этой камеры вы можете управлять вашим гравером с мобильного устройства можно позиционировать заготовки опционально к ним можно докупить flame detector распознаватель огня датчик вот и также у нее получается есть вот супер функция получается clear time-lapse то есть вот ровненько также как печатаются вот эти 3d модели точно также у нас будет получаться с нашей печатью гравировкой наших проектов быстренько глянем комплектацию камера поставляется вот в такой картонной коробке нас встречает инструкция ручки штангенциркуль приятный подгончик тут же идут два type-c провода провода длинные usb провод в комплекте у нас идет два варианта крепления либо же универсальное вот такое крепление то есть ширина фиксация профиля достаточно большая у нее либо же если у вас гравер выполнен из вот таких профилей лучше использовать вот такое соединение то есть тут фиксируется при помощи болтов и гаек и на мой взгляд она намного более надежная нежели вот это универсальное крепление то есть это крепление вы прям силы его зажать вряд ли сможете чтобы не повредить свой гравер вот и плюс его все-таки можно как-то сдвинуть наверное мне кажется вот это соединение внушает больше твое доверие так самый большой минус что я заметил сразу же вот скажу вам по креплению да смотрите то есть здесь у нас прорезинена здесь у нас прорезинена то есть чтобы мы не повредили наш корпус а вот здесь вот резинку кто-то выговаривать будет я сразу не посмотрел начал его прикручивать на свой гравер и естественно у меня остались следы то есть красочку я поцарапал какая проблема была сделать вот такую вот резиночку но это вот моя струбцинка для зажима вот ровно такую же резинку поставьте сюда чтобы защитить корпус любого гравера по-моему это косяк так также у нас идет сама камера такая вот она беленькая красивенькая камера идет для нее крепления и также вот два профиля прям такой внушительный профиль и вот этот профиль у нас будет фиксироваться буковкой г ладно сейчас я быстро это соберу так друзья я собрал камеру так она выглядит в собранном виде настоятельно рекомендую использовать эти пластиковые заглушки для профилей чтобы хоть как-то скрыть эти провода и немного их упорядочить в принципе получилось достаточно неплохо и аккуратно вот иначе у вас будет вот такая вот типа проводов висеть плюс у вас еще будет блок питания там я не знаю провода от компрессора трубка от компрессора ну вы тупо запутаетесь в этих проводах получается камера у нас фиксируется на таком вот пластиковом держателе его можно регулировать под наклон под свой и буду использовать вот это универсальное крепление под свой гравюр еще один косячок заметил получается в инструкции написано что от камеры до рабочей поверхности должно быть 40 сантиметров до я оставляю ровненько камере проверяем 36 и 6 а тут у меня уже камера максимально вверх поднята поэтому я наверное вот откручу вот эти два винта и будет фиксироваться у меня только на этих двух винтов то есть эти два я сейчас откручу еще немножко подниму до 40 сантиметров ну и что у меня получилось ну 39 и 8 2 миллиметра уже не буду выставлять так далее нам надо настроить камеру и и откалибровать заходим laser tools calibrate camera lens выбираем нашу камеру стандартная линза нажимаем next и теперь у нас программа будет просить положить такой шаблончик с точками ровненько в такое же положение пойдем его по центру нажимаем capture noise image не удалили honeycomb стараемся чтобы он был ровно по центру great click next нажимаем next теперь нам надо ее вниз положить да это сюда смотрите чтобы она у вас не выходила за пределы камеры нажимаем capture пишет great нажимаем next и так далее нам надо будет пройти по всем углам после того как мы закончили с этими точками нам предлагают еще одну калибровку нам станет доступно управление камерой мы сможем выбираем motion camera next сигнис материал поставим на 2 скорость заполнения на 5000 ну тут ничего менять не будем нажимаем start после калибровки нам станет доступно управление камерой мы сможем отображать наше рабочее поле в режиме онлайн так сказать нажимаем update overlay и у нас будет отображаться рабочее поле и на нем все наши заготовки то есть позиционирование детали станет намного проще вы разложили заготовки тут же набросали на них текст рисунок что хотите и запустили гравировку чтобы управлять гравером напрямую с камеры нам надо заменить подключение отключаем usb кабель который у нас идет на компьютер и подключаем usb который у нас идет непосредственно на камеру для управления гравером через мобильное устройство надо будет скачать программу beagle engrave тут вы в ней регистрируетесь это все хорошо и нам надо будет добавить девайс заходим в девайс qr code configuration так тут у нас программа попросит чтобы мы подключили питание так нажимаем yes нажимаем next и теперь нам надо показать qr код в камере так мы зарегистрировались в приложении сейчас нажимаем на видео и вот теперь мне доступно полное управление гравером я могу перемещать лазерный модуль увеличить шаг перемещения допустим вот на 10 сантиметров также могу выставить скорость перемещения допустим 15 тысяч да видите как у нас увеличилось возвращаем лазер домой небольшой у меня такой дискомфорт вызвал получается когда если ты смотришь вот на видео с камеры и пытаешься им управлять то немножко так путаешься в какую сторону должен перемещаться лазерный модуль поэтому я вам советую сделать следующее переходим вот в этот вид во первых у нас мы можем поменять разрешение камеры поставить на hd картинка стала намного более четко здесь мы делаем отобразить картинку и повернуть ее вот и теперь у нас получается ну собственно точно такой же вид и вот теперь управление будет ну давай в положение дом и вот теперь управлять намного проще и не будет таких ложных срабатываний потому что у меня несколько раз он упирался в стену еще что-нибудь такое так возвращаем его в положение дом в приложении достаточно много настроек вайфай соединение интересен вот третий пункт таймлэп сеттинг переходим в него здесь мы можем выбрать либо обычный таймлэпс то есть он не будет ничем не отличаться как если бы вы просто снимали с телефона просто это будет ускоренное видео либо же вот этот вот clear таймлэпс таймлэпс видео выбираем его можем поменять формат видео доступно два кодека вот и тут у нас получается мы можем выставить интервал съемки по умолчанию он стоит 5 минут но я бы советовал где-то ставить на 15-20 минут в чем заключается этот режим получается когда у вас идет гравировка если вы выставили допустим 15 секунд лазерный модуль а сначала делается первый кадр когда лазерный модуль находится в положении дом далее он отправляется на печать идет 15 минут гравировки лазер останавливается возвращается в положении дом камера делает снимок и опять возвращает лазер в работу опять 15 секунд он работает остановится возвращается делается снимок и таким образом у нас снимок делается ровно в тот момент когда лазерный модуль у нас находится в положении дом и поэтому создается эффект что как будто модуль все время находится в положении дом, а рисунок у вас будет постепенно-постепенно прорисовываться. Вот. Поэтому, если вы печатаете какой-то маленький рисунок, то, в принципе, можно поставить интервал 5, будет рисунок довольно-таки четкий, медленно прорисовываться. А если же вы планируете забить, допустим, вот как я рисовал кошку в формат А3, я поставил на 5 секунд, у меня время гравировки там было в районе 6 часов, то есть это очень много. Поэтому я советую ставить 15-20 секунд, 25 секунд. Ну, опять же, будете пробовать. Также у нас есть firmware update, я последний раз отобновился, мне сразу прилетела версия 1.2.8. Также тут есть ночной режим, камера оснащена инфракрасным датчиком, то есть он может снимать темноте. Ну, я так понимаю, что если вы, допустим, сделали какой-то короб дымозащитный, да, и у вас там нету никакой подсветочки, то эта камера, в принципе, вам поможет. Можете включить ночной режим, либо черно-белый, либо же цветной, но, наверное, черно-белый будет предпочтительнее. Вот. Также можем отформатировать карточку, включить, выключить запись голоса, ну и, собственно, вот. Также с приложением мы можем отправить файлы на печать, то есть вот сейчас у меня два файла, они установлены на карту памяти, которая стоит непосредственно в самой камере. И я могу, допустим, посмотреть, где у меня будет область печати. Вот отправим файл на фрейминг. Гравер начал обходить зону, где должно быть, где должен будет нарисоваться рисунок. И дальше я ему могу запустить на печать. Либо же я могу также добавить файлы из памяти девайса. В процессе гравировки у нас будет автоматически запускаться запись видео, вот. И получается вот в этом подпункте нам будет доступно ну, там, лэпс, этот ролик, который вот он запишет. Также эту камеру можно еще подключить к компьютеру, компьютер и камера должны быть подключены к одной Wi-Fi сети. Надо узнать IP-адрес. IP-адрес мы узнаем. Камера Information. Вот IP-адрес. Копируем его в браузер. Пароль админ, логин админ. И у нас откроется вот такая вот программка. Ну, фактически, это все то же самое, что и было в приложении. Также есть управление, выставление скорости печати, файлы, которые можем отправить на гравировку. Тут у нас список видео, которые уже были отсняты этой камеры. Можем это видео загрузить на компьютер и посмотреть. Я проводил гравировочку. Вот. Таймлэпс-видео чистое, без движения лазерного гравюра. И напоследок стоит поговорить о цене. Сейчас эта камера получается 130 долларов. Но есть вот у них дискаунт-код на 15 долларов. Итого у нас уже 115 долларов. И конкуренты. Sculpt Fund 100 долларов. Atomstack 100 долларов. Acmer 79 долларов. Сейчас у них какая-то скидка. Вот. Но все эти камеры будут вам позволять только позиционировать заготовки. Вот. И, собственно, больше ничего. За тот же функционал, который представляет камера Minton 15 долларов. На мой взгляд, не такая уж большая переплата. Вот такая камера интересная у меня была на обзоре. Возможно, кому-то это было полезно. Ссылочка, как всегда, в описании. Ну а с вами увидимся в новом ролике. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.